Грузия 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 Грузии У нас достойная юридическая система, мы модернизируем нашу полицию. И я уверен, что они действовали более профессионально, чем раньше, даже если не полностью идеальны. Проблема в том, что когда вы сталкиваетесь с радикализмом и насилием, к сожалению, появляются жертвы. Когда машины демонстрантов давят полицейки, их убивают, тяжело ранят всех вокруг, тогда страсти накаляются. Мы пытаемся их утихомирить, но понятно, что на этом пути нужно прикладывать больше усилий. Вы сами признали, что остаются социальные проблемы. Например, вы намекнули сегодня на разрыв между поколениями. Сегодня Грузия очень молода, но старшее поколение – это пожилые люди, которые вычеркнуты из жизни, много бедных и безработных, которые не видят для себя никакой пользы в том, какой путь выбрала страна. Да, смена поколений налицо. Мы должны были найти новые подходы, должны были начать очень смелые реформы. Мы уволили 90% чиновников после революции Рос, полностью упразднили старый состав полиции в Грузии. И каждый раз, когда начинаются уличные протесты, вы найдете там этих отступников. Среди участников недавних манифестаций половина – бывшие полицейские, уволенные несколько лет назад и увольняя их – мы понимали, что создаем себе проблемы. А потом люди быстро привыкают к хорошему. Сейчас у нас уровень преступности в пять раз ниже, чем раньше. Мы занимаем второе место в Европе по уровню безопасности, входим в тройку наименее коррумпированных стран в Европе. Нам пришлось заплатить за это определенную цену. Часть людей отвернулась от нас, и эти люди всегда будут против нас. Но, знаете, эту проблему надо решать путем диалога, объяснять всем, что назад пути нет. Вот вы говорите о политическом диалоге. Для Грузии, как для государства, большую проблему, учитывая прошлые события, представляют отношения с Россией. Сегодня вы подробно говорили о них, по крайней мере, об их значении для вас лично. А лично вас они волнуют? Я крайне беспокоен тем, что происходит в России. И больше всего меня волнует то, что в России ничего не меняется. Она продолжает стремиться к наращиванию военной мощи, агрессивности по отношению к соседям. И меня беспокоит, с другой стороны, слабость России. В стране налицо внутренние проблемы, проблемы структурного характера, связанные с коррупцией. И нам нужно здесь найти золотую середину. Нам нужно, чтобы Россия была более открытой, либеральной, более современной. И с такой Россией мы могли бы найти общий язык. Мы же не самоубийцы, мы не хотим конфронтации. С Россией мы уже видели, каким негативным последствиям это приводит. С другой стороны, мы хотим сохранить свободу и независимость. Мы не хотим вернуться под господство Российской империи. Это, конечно, из области фантастики. Но все еще сидит в мозгу некоторых политиков, во главе с премьер-министром Путиным. Это большая проблема для таких маленьких и потому неизвимых стран, как Грузия. А ваша упорная тяга к Западу не раздражает Россию? Не могли бы вы продемонстрировать большую открытость? Наша тяга к Западу основывается не на сиюминутных геополитических интересах, а на ценностях, которые мы исповедуем. Я думаю, что открытое, толерантное, демократическое, прозрачное общество это то, что сближает нас с европейской моделью, как я ее себе представляю. Нам не нужны плохие отношения с нашими соседями. Когда вы хотите стать открытым обществом и лидером в регионе, ссоры с крупнейшим соседом вам нужны меньше всего. Но как мы можем сегодня нормализовать наши отношения? Я считаю, что это может произойти лишь при модернизации России, при большей открытости с ее стороны. И в конечном же счете, я считаю, они должны покинуть нашу территорию, вывести войска, закрыть свои базы и позволить нам оставаться самими собой. После этого они найдут в лице Грузии доброго друга. Вы упомянули премьер-министра Путина. Ходят слухи, что и вы после окончания вашего президентского срока хотели бы занять пост премьер-министра Грузии. Послушайте, я считаю, что в Грузии совершенно другая система. Наша основной задачей является проведение очень важных реформ, в последующие два с половиной года. Мой президентский срок продлится еще два с половиной года после этого. Для нас это почти вечность. И вы знаете, со всеми проблемами, которые предстоит решить меньше всего, мне хотелось бы, чтобы меня воспринимали как хромную улыбку. Вопрос о моей будущей деятельности для меня не главный, поскольку я не хочу оказаться в положении хромой утки. Но в одном могу вас заверить. В Грузии произойдет демократическая смена власти. Грузия станет еще более открытым обществом, и Грузия никогда больше не будет править один человек или маленькая группа людей. В этой стране должно быть много участников политического процесса, она должна стать более либеральной, открытой, чтобы у всех были равные возможности прийти к власти. И я буду бороться за это, на каком бы посту ни оказался. Спасибо, господин президент, что ответили на вопросы Евронью.